Скандальная история с поездкой на внедорожники по пешеходной зоне столичного парка Музеон сегодня получила продолжение в суде. 20-летний Кирилл Романов, который управлял той самой машиной, а затем видео поездки выложил в интернет, арестован на 10 суток. Подробности у Ильи Костина. Робкий и застенчивый юноша, не проронивший сегодня перед телекамерами в суде ни слова. Сложно поверить, что это тот самый лихач, демонстративно разъезжавший по парку Музеон на дорогом внедорожнике. Кирилл Романов попался после того, как сам же под ником Аутло, то есть вне закона, выложил в интернет ролик со своими, как он думал, подвигами. Всего несколько дней потребовалось сотрудникам полиции, чтобы вычислить нарушителя. И менее двух часов потребовалось сегодня судье, чтобы назначить ему наказание. Признать Романова Кирилла Олеговича виновным в совершении административного права в нарушениях и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Решение суда могло быть и строже. Кириллу грозил административный арест на 15 суток. Судья учла, видимо, состояние здоровья. У парня есть хронические заболевания. Наручники на него в зале суда надевать не стали. Дело все же не уголовное. Но из здания вывели под конвоем. Неизвестно, будет ли апелляция. От услуг адвоката он отказался. Ранее появилось видео беседы Кирилла Романова и его родителей с представителем органов правопорядка. В разговоре молодой человек признал, что периодически нарушал правила. Часто правила нарушаешь? Нет. Так, случайно только если. Ну, здесь как оказался? Ну, выложил видео. Получилось так, что видео попали в телевизор. Нашли, как и сейчас, выписывают штрафы. Ну, вообще, вот виновным себя признаешь? В отдельных моментах да, в отдельных моментах нет. Отец Кирилла сначала заявил, что размещенный в интернете материал был сфабрикован. Может быть, не знаю, через взлом каких-то аккаунтов, не знаю, подброшена вот эта вот видеосъемка чья-то. Вот. И, скорее всего, и через интернет, я не знаю, почему, где-то вышло то, что это наша машина. Но затем уже в суде фактически признал, его сын все же виновен. Вы как-то его накажете, помимо административного решения сегодняшнего? Естественно, такие вещи надо оказывать. От отца Кирилла, Олега Романова, мы получили подтверждение еще одной детали этой истории. Ранее в прессе появлялась информация о том, что Лихач – сын сотрудницы Третьяковской галереи Ольги Романовой, которая занимает должность хранительницы музейных предметов в отделе скульптур 20 века. Постоянная экспозиция Третьяковки, искусство 20 века, находится как раз в здании Цадыха на территории музеона. Частично его видно и на кадрах, которые выложил в сеть Кирилл. Собственно, вот это место. Как видим, здесь есть пространство для пешеходов, обозначены велодорожки. А вот движение автотранспорта на всей территории парка музеон запрещено. По тому же самому маршруту я попробую сейчас проехать на велосипеде. Людей сегодня не очень много. Погода переменчивая. Периодически начинается дождь. Так же было и в прошлую пятницу, когда Кирилл, нарушая все правила, видимо, чувствовал себя здесь королем, распугивая прохожих своим массивным и дорогим внедорожникам. Как пишут в прессе, это был BMW X6. Официальный комментарий представителей Третьяковки нам получить сегодня не удалось. А вот в пресс-службе парка подтвердили. Машина сотрудницы галереи, если у нее был пропуск, могла въехать на закрытую территорию. Такие машины у нас передвигаются по аварийному проезду. Это такая небольшая дорожка вдоль Крымской набережной. И они при этом не могут превышать скорость больше пяти километров в час. После инцидента с внедорожником пропуска на въезд в музеон теперь совсем отменили. В этом мы смогли убедиться сегодня сами. Пропуск какой-то нужен? Ну я так и понял. Да, попробуй, что не проедет. Да, у него не расплатил ничего такого. А в музей он как попасть? Закрыл. Проедет только в 23.00. А если договориться? Нет. Примечательно, что под арест Кирилл был отправлен сегодня вовсе не за езду по пешеходным дорожкам. Штраф за это не превышает пары тысяч рублей. А за то, что, как выяснилось, вообще не имел права садиться за руль. После неоднократных нарушений в феврале молодой человек был лишен водительских прав на один год. И этот срок еще не истек. Мэр Москвы Сергей Собянин написал сегодня в Твиттере, что за некоторые нарушения правил дорожного движения материальная ответственность должна быть более весомой. Радует реакция москвичей на заезд машин в пешеходные зоны. Было бы неплохо применять штраф не в две тысячи рублей, а взыскивать процент от стоимости машины. Ранее Кирилл успел удалить и скандальное видео со своих аккаунтов в интернете и комментарии, вызвавшие столько раздражения. На одно из замечаний в интернете он ответил дословно следующее. Братан, а почему нет-то? Это же Рашка. Тут все на раз решается, если кэш есть.